да ты в эфире сейчас мы чуть-чуть ждем как всегда ты пока на секрет на ручке пока у нас да я туда затру крем пока она сейчас все желающие подключаться к нам ты мне там говори по количеству когда он собирается все хорошо собираемся все собрались давайте потихоньку да начнем кто там будет присоединяться да еще успеет скажем так запрыгнуть в последний вагон этого мчащегося поезда воскресного всем здравствуйте меня зовут евгения кодинцева я инструктор карт в рн и сегодня я вам буду анонсировать курс карт онлайн буду рассказывать что же у нас есть на курсе показывает соответственно как это работает то есть для тех кто с этим вообще не знакомы у вас есть прекрасный шанс увидеть это да как это работает от и до то есть что что делается и что получается в итоге те кто с этим работает я думаю вам прекрасно знакома эта техника но еще один раз да вы закрепите какие-то свои знания у нас эфир будет сохранен всего лишь на сутки в течение эфира мы дадим промо-код который даст скидку 30 процентов на стоимость курса собственно стоя полная стоимость у нас 3000 рублей курс у нас начнется 2 марта и соответственно вас есть очень хорошая возможность получить скидку для того чтобы обучиться данной классной техники да и соответственно работать для себя скажем так облегчая и облегчая жизнь клиента то есть все плюсы да скажем так и так давайте я вам потихонечку буду рассказывать да для тех кто знает ну понятно вы молодцы что знаете да для тех кто не знает я все-таки расскажу что это такое вообще зачем мы здесь сегодня собрались мы сегодня будем говорить о препаратном педикюре что такое препаратный педикюр вообще чем он отличается да есть у нас разные техники да есть мы там классическая аппаратная техника и так далее да есть с применением там каких-то комбинированных вариантов с какими-то кератолитиками еще там какими-то средствами да в чем же собственно отличие если мы рассмотрим к примеру аппаратную технику то есть с применением аппарата и там колпачка диска там всевозможных там каких-то насадок то есть не суть это у нас механическая обработка также как и классическая техника с применением пилки и накладных файлов да это механическая обработка то есть мы помогаем клеткам роговевшим которые у нас спрессовались где-то на кожу у клиента то есть например у нас в области канта пятки мы помогаем им механически слушаться да то есть они у нас не случились естественным путем они у нас спрессовались по какой-то причине и мы естественно помогаем клиенту избавиться от этого Всего, да, то, что он с собой там натоптал, скажем так, за месяц и принёс к нам. Чем отличается препаратная техника? Препаратная техника – это техника, в которой работают препараты Анимастер. То есть мы только наносим составы определённым образом, по определённой технологии. То есть это не просто мы взяли какой-то там компонент один, намазали, да, и всё у нас прекрасно. Нет, здесь есть определённая технология, потому что эта технология разработана на основе косметологии. Пример. Хороший, я думаю, у нас большинство зрителей – это всё-таки девушки, да, все у нас посещают косметолога, и я думаю, примерно все знают, как происходит, ну, к примеру, предпилинговая подготовка, да, у косметолога. То есть мы приходим, нам сначала очищают лицо, потом его подготавливают, то есть наносят какой-то состав для того, чтобы пилинг хорошо работал на коже. Соответственно, потом ставят пилинг, потом его чем-то нейтрализуют, и в итоге мы получаем хороший результат. То есть это поэтапная работа. Также и здесь, потому что здесь мы работаем также с кожей, но в отличие от косметологов мы работаем не с кожей лица, а с кожей наших стоп. Я считаю, что, в принципе, ну, как бы кожа нашего тела, она, в принципе, должна быть увлажнена и нуждается в уходе на любой части нашего тела, так же, как и на ногах, соответственно. Таким образом мы делаем именно косметологический уход, но для кожи наших стоп, собственно, ну, и стоп наших клиентов. Что позволяют сделать эти препараты? Препараты нам позволяют убрать какие-то проблемы, какие у нас есть у клиента. Это гипергидроз, если он присутствует, да, то есть мы можем регулировать повышенное потоотделение и помогать клиенту избавляться от этого процесса. То есть понятно, что здесь нужно рассматривать уже более глубоко эту картину, в зависимости от того, из-за чего у нас появился гипергидроз, да, и так далее. Но, тем не менее, мы поможем клиенту облегчить, собственно, те неприятные моменты, которые у нас присутствуют при гипергидрозе. Далее у нас есть проблемы с сухостью, к примеру, у клиента, да, то есть здесь мы с помощью препаратов напитываем кожу и позволяем коже держать эту влагу дольше в клетках. То есть если у нас, к примеру, есть какие-то сопутствующие заболевания, типа диабет или там гипотиреоз, при которых у нас кожа у человека, в принципе, сохнет очень сильно, она достаточно тонкая, то здесь уже суть не обработать, там, убрать шелушение и так далее. Здесь именно нужно напитать клеточки и не истончить, скажем так, дополнительно, да, сделав ее еще тоньше, а сохранить вот этот слой живой кожи и не истончить сильнее, да, то есть не усугубить ситуацию, не сделать ее еще суше и дополнительно напитать. То есть здесь нам тоже помогут препараты. Также проблему кератоза мы также можем решить с помощью препаратов. За счет чего? За счет того, что у нас препараты будут восстанавливать деление клеток, восстанавливать сущивание клеток, и таким образом у нас не будет спрессовываться кожа у клиента, да, несмотря на то, что у него, в принципе, зачастую не меняется образ жизни как таковой, да, то есть у нас клиент не обувает удобную обувь, к сожалению, ну, наверное, не так его это беспокоит, скажем так. Соответственно, мы таким образом можем в процессе педикюра помочь клиенту, во-первых, убрать легко и для мастера, и для клиента, то есть клиенту не горячо, не там, не больно, мастеру легко это все обрабатывать, опять же, мы это все увидим с вами. Такие проблемы, как трещины, к примеру, мы тоже можем решать за счет того, что у нас кожа восстанавливается, кожа у нас запускается в слоях эпидермиса процесс регенерации кожи, и у нас трещины быстрее заживляются, ну и, соответственно, за счет того, что у нас восстанавливаются кожные функции, у нас перестают образовываться трещины, если там у нас были они на фоне сухости, к примеру, или же там на фоне гиперкератоза, который плотный кератоз треснул за счет того, что он не увлажнен. То есть все эти и большое количество еще проблем, которые у нас присутствуют у клиента, мы можем решать с помощью препаратных технологий. Препараты карп позволяют нам работать с клиентами и с проблемной стопой, да, и со стопой, ну, скажем так, легкой, да, там, где у нас практически нет каких-то проблем, да, нет там супер натоптышей, так называемых, да, и так далее. То есть даже если у нас кожа хорошая, мы можем помочь этой коже поддержать ее молодость. То есть мы также можем работать и с легкими стопами в препаратной технике. Все это я рассказываю на курсе, то есть у нас курс состоит из большого количества уроков, также у нас присутствует тестирование для того, чтобы понять, что вы усвоили эту информацию, да, для того, чтобы мы поняли, что вы это все знаете, не просто купили курс, да, и получили сертификат, что ты, может, веселишься. Да, я вижу твое лицо от того, что я подзасыпаю. Да, и, соответственно, сертификат выдается ученикам, которые прошли, посмотрели курс, ответили на все тесты правильно, да, то есть всегда у нас есть обратная связь, мы всегда отвечаем на вопросы. То есть, ну, курс у нас, скажем так, мы вас не бросаем в любом случае, всегда отвечаем на все вопросы, и всегда, когда вы смотрите его достаточно внимательно, да, то есть не просто там фоном, да, если вы смотрите курс внимательно, то все очень просто и все доступно. В чем еще преимущество? Сейчас еще коротенько расскажу, собственно, перейду к модели и к демонстрации, для того, чтобы вам не было так скучно слушать мою, мой сегодняшний воскресный спич, так сказать. В чем преимущество для мастера работы с препаратной техникой? Не важно, кто вы там, классик в плане техники или там аппаратчик, да, здесь это не принципиально, потому что у нас работа препаратов, она никак не влияет на дальнейшую вашу доработку, то есть вы можете работать там в любой удобной для вас технике потом. Главная суть в том, что вы облегчаете себе работу за счет препаратов, потому что у нас препараты работают за вас, как я уже сказала, да, то есть не мы там пилим 10 минут одну пятку, грубо говоря, а препараты за счет того, что у нас работает кератолитик определенным образом, определенное время, мы в это время отдыхаем. То есть у нас будет возможность с вами 20 минут, там я поотвечаю на ваши вопросы, которые у вас в процессе возникнут, да, и мы все разберем, если будет интересно. В любом случае, любые вопросы я разберу, потому что, ну, охватить такую большую информацию там в пределах просто введения, да, к этому эфиру, это невозможно. И, соответственно, преимущество для мастера в том, что это легко. То есть вы сейчас, собственно, на демонстрации, на примере увидите все это. Я думаю, мы будем начинать потихонечку, да, если у нас какие-то вопросы остались, то мы к ним вернемся, либо же я в процессе буду отвечать, а, возможно, вы уже в процессе сами эти вопросы и закроются, да. Тебе вопросы уже закрылись, которые были, тебя тут хвалят, говорят, не только доступно, но еще и очень интересно. Ну, отлично. У нас сегодня модель с плотной кожей на стопе, то есть у нас кожа здесь резиновая. Все повыше, понимаешь? Ой, с фоткой, да, еще потом Таню отправим. Да. Ну, я на светильник я не буду включать. Не, не надо. Вот сейчас очень хорошо все видно. Потому что лампа хорошо, как бы. Там идеально сейчас видит цвет кожи, рисунок. То есть у нас вот кожа. Здесь, в принципе, как таковой проблем сильных нет. Но у нас кожа достаточно плотная. То есть у нас есть вот этот вот такой небольшой белесый кант по пятке за счет того, что у нас здесь, ну, идет нагрузка, естественно, кожа резиновая. Есть такая легкая влажность. То есть здесь это еще не гипергидроз, да, но в любом случае повышенная потливость у нас присутствует. Сейчас мы сделаем фото, вместе ножки. Здесь, по сути, нет таких серьезных проблем, да, но хотелось бы как-то сделать кожу более эластичной, да, то есть в каких-то местах проработать некоторые моменты и убрать, допустим, вот здесь по канту вот это уплотнение. Да, это можно сделать аппаратом. Я не спорю, да, сейчас там полетит куча комментариев о том, что ой, да тут делать нечего. На самом деле, да, здесь стопа несложна. Но суть работы препарата в том, что не только убрать вот это все, но и восстановить, то есть чтобы у нас вот здесь не образовывались какие-то уплотнения, чтобы у нас не сохли, к примеру, подушечки пальцев. Если у нас, допустим, у клиента бывает, когда нагрузка именно на пальчик идет, у нас здесь такое бывает жесткое уплотнение, да, часто у клиента встречается. Либо же на пяточке у нас тут встречаются моменты. То есть все это мы можем сделать, скажем так, замедлить образование каких-то трещин, к примеру, либо исключить это образование и так далее. Собственно, мы можем с вами начинать процедуру. Я начинаю всегда с подготовки. То есть я не использую никакой антисептик, он мне здесь не нужен для обработки кожи. Мне здесь нужно в первую очередь мыло, которое у меня будет. Исфоткала, да? Да, исфоткала, да, обязательно. Потом скажу, что а где, а где. А что, а где, а куда? Да, то есть мне нужна вот такая маленькая капелька мыла. У нас препараты все экономичные, очень за счет того, что у них высокая консультация. За счет этого мыла я одновременно очищаю кожу стопой и провожу, скажем так, антисептическую обработку. То есть я подготавливаю кожу путем занижения PH, обрабатываю ее. Мыло у меня впиталось, да, и совершенно у меня другой вид. У меня сразу вся сухость куда-то ушла. А потому что, когда ты умненький, то все хорошо. Вообще, в принципе, все хорошо, когда ты умненький, да? И сразу же жизнь-то прекраснее становится. Далее. У меня есть вот такое средство. Это энзимный пилинг. Он отвечает за то, чтобы у меня препараты хорошо проникали вглубь кожи, чтобы у меня кожа насыщалась, напитывалась увлажнением. Плюс энзимы мне помогают ускорить все, скажем так, действия, которые происходят у нас в клетке. То есть ускорить все процессы, которые у нас происходят на клеточном уровне. И за счет того, что энзимный пилинг у меня очень хорошо проникает вглубь эпидермиса, он с собой забирает, скажем так, как активные компоненты из последующих препаратов, которые я буду следом наносить на стопу. То есть он помогает мне в работе, то есть работать не на поверхности, а именно в глубине. Не просто там я где-то в верхних слоях рогового слоя сейчас буду обработку проводить, а у меня препараты за счет того, что они проникают во все слои эпидермиса и запускают определенные процессы. Соответственно, у меня на каждом, скажем так, слое будут происходить свои процессы. То есть если у меня в роговом слое будет восстанавливаться слущивание, то, к примеру, в базальной мембране у меня будет восстанавливаться процесс деления клетки, если он у меня там нарушен. То есть здесь работа препаратов, она очень сложная. Это не так, как, допустим, просто вот если кератолитик мы рассмотрим, да, у нас любой кератолитик, он только растворяет белок, и все. То есть, по сути, он больше, ну, как таковой, нет у него никакой способности. А энзимный пилинг у нас здесь отвечает за большое количество процессов. Соответственно, это достаточно такой многофункциональный и уникальный продукт. Опять же, в курсе мы разбираем каждый абсолютно препарат, который у нас присутствует. Я рассказываю о том, как его использовать, как его нельзя использовать, да, в том числе. Обязательно все-все-все подробно. Так, у меня, поскольку стопа не сильно проблемная, но у меня есть вот эта зона, где у меня плотная кожа, да, и зона пятки. То есть у меня здесь кожа плотная, и я здесь выбираю один из кератолитиков, который у меня есть. Здесь мне нужен будет конкретно лосьон. У меня еще есть гель. Два кератолитика для разных случаев. Соответственно, они мне позволяют... Там есть люди сидят в комментариях, да? Ну, они очень-очень милые, просто пишут человек «Привет, солнышке». Это прекрасно. Недавно не виделся на эфирах, да. Соответственно, что мне позволяет сделать кератолитик? Он мне поможет убрать как раз-таки уплотненный кератоз, который у меня присутствует на каких-то участках кожи. Я кератолитик ставлю локально, потому что мне не нужно воздействие кератолитика на здоровую кожу, да? То есть, к примеру, вот здесь у меня кожа абсолютно здоровая. Мне не нужно воздействовать кератолитик там. Здесь у меня тоже кожа очень хорошая, все у нее нормально, и ее энзимный пилинг дополнительно увлажнит и напитает. То есть мне именно растворять там нечего. У меня есть, что растворить вот здесь. То есть я прям вот локально наношу. И у меня есть пяточка, да. Это вот любимая зона всех клиентов. У всех есть что-то подобрать, есть с чем поработать. И, соответственно, на вторую ножку я сделаю то же самое. Видно меня там, я из кадра не выхожу? Ну, твои руки видны, нормально. Ну, отлично. Собственно, это и нужно. Для, возможно, там, вновь прибывших, да, то есть для тех, кто не в курсе, что происходит, мы сегодня анонсируем курс карт онлайн. И я показываю, собственно, процедуру, которая позволяет работать мастеру быстро, легко и очень-очень просто и эффективно. А вопрос по ходу. Киратолитик уберет сухую мозоль, она твердая или идет в глубь? Киратолитик уберет, но нужно смотреть. Если это у вас, к примеру, стержневая мозоль, то есть специальный препарат для обработки стержневых мозолей. Если же у вас просто уплотнение, да, то есть именно мозолелость плотная, но достаточно, скажем так, давняя, да, то, да, киратолитик уберет. Потому что киратолитик у нас работает на растворение белка. А у нас все наши клетки состоят из белка, то есть из киратоза. И, соответственно, он растворяет это все в моменте, и мы это потом будем счищать. Далее. Для того, чтобы у меня не подсыхали препараты на стекле, для того, чтобы у меня инзимы или ферменты, да, как это еще называют, работали правильно и эффективно, мне нужно это все закрыть пленочкой. Для того, чтобы у меня такой термоэффект получился. Если вы, к примеру, там обрабатываете пальчики в этот момент, да, можно пальчики оставить и работать с пальцами. Естественно, я вам сейчас показываю именно стопу, поэтому мне пальцы не нужны, я их полностью заворачиваю. И оставлять я буду на 20 минут. У меня будет целых 20 минут для того, чтобы с вами поболтать, ответить на какие-то вопросы, которые есть у нас, я думаю, по ходу. Да, то есть если они есть, вы можете их уже потихонечку писать нам. Мой ассистент Мария мне все зачитает, как раз немножечко проснется, так сказать. Я сегодня в 7.30 буду из кровати и раньше в 5 утра не встану из нее. Это лучшее, что может со мной сегодня случиться. Мне понадобятся также вот такие вот салфеточки одноразовые для того, чтобы утеплить, потому что в кабинете достаточно прохладно, а у нас любая химическая реакция, в том числе действия кератолитиков, это химическая реакция, она будет хорошо происходить под действием тепла. Поэтому, чтобы ножки не остывали, я их дополнительно утеплю. Ноги утепленные. Мы с вами можем пока поговорить о чем-нибудь хорошем. А расскажи, что ты сейчас с перчатками сделала. Ну, я их сняла, да, но я их могла оставить. Сейчас я этот таймер выставлю, чтобы не забыли. На перчатки я сейчас нанесла антисептик спиртовой для того, чтобы смыть кератолитик, который у меня попал на перчатки. Это сделано было для того, чтобы я не прикоснулась к коже с тыльной стороны, да, то есть и не вызвала никакое раздражение, потому что кератолитик щелочной. А щелочь на неподготовленную кожу может, при, собственно, попадании, да, может вызвать раздражение, может вызвать какое-то покраснение и так далее. То есть поэтому у нас обязательно происходит подготовка. Перед нанесением кератолитиков у нас кожа подготавливается. И таким образом у нас процедура педикюра получается безопасной для клиента. Она у нас контролируемая за счет того, что у нас препараты в процессе нейтрализуются друг другом. То есть у нас есть и кислотные препараты, и щелочные. А как мы помним из курса химии, да, у нас кислота нейтрализуется щелочью, щелочь кислотой, да, ну, определенные кислоты, определенными щелочами. И, соответственно, таким образом я не смогу навредить своему клиенту, даже, ну, если очень даже сильно захочется, но не получится, увы. Поэтому у нас здесь еще один такой дополнительный бонус. Мы не навредим даже самой чувствительной коже, даже самым каким-то клиентам, у которых, например, диабет, стопа и так далее. То есть мы даже самой чувствительной коже здесь навредить не сможем. Даже если вам клиент не нравится. Ну, это сугубо ваше мнение. Есть у нас там вопросы? Да, так, сейчас с хорошего, ну, не с хорошего, просто с комментарием начну. Я прошла ваш курс, очень довольна, жду свою посылку, хочу попробовать. Курс интересный, спасибо вам. Спасибо, что выбрали, собственно, нас. Да, расскажи по поводу того, что есть поддержка после курса. Я знаю, что ты говорила вначале, но просто не все были вначале, у нас сейчас много. Да, у нас обязательно всегда есть поддержка после курса и в течение курса. То есть когда вы, собственно, начинаете изучать материал, у нас всегда есть обратная связь. То есть если у вас какой-то возник вопрос, и там с технической стороны, к примеру, там, ой, мне не пришло там письмо с ссылкой доступа, да, либо же там, ой, я вот не поняла, у меня вот этот урок, там, ну, какой-то вопрос по уроку и так далее, да. То есть у нас всегда есть обратная связь, у нас есть менеджеры, которые всегда смогут вам помочь, да, в зависимости от того, какая у вас проблема возникла. То есть если у вас какой-то технический вопрос, да, то, соответственно, мы это все отслеживаем, что может быть, да, действительно что-то не пришло, может быть, что-то в спам улетело, ну, к примеру, да, почта у нас, да, иногда рассылки бывают такой, что улетают куда-то не туда. Тем не менее, если у нас вопрос с точки зрения там какого-то по курсу, по какому-то препарату, да, то если вы посмотрели и там ваш вопрос остался, да, без ответа, то, конечно, мы раскрываем этот вопрос, если так вот у нас произошло, да, что-то мы там не рассмотрели, то есть мы это подробно более разбираем. Если нужно, мы дозаписываем дополнительные видео, то есть у нас, кстати, есть такой момент, то, что мы постоянно что-то доснимаем и что-то дозаливаем, то есть у нас ученики даже после того, как они закончили проходить курс, да, когда у нас уже доступ закрыт, а у нас доступ в 40-45 дней, если я не ошибаюсь, да? 21 сейчас. А, сейчас в 21, извиняюсь, да. А, это у нас на повышении. Да. Немножечко я перебутывала, да. То есть за 21 день вы смотрите курс, да, и когда у вас там закрывается доступ, даже если вы уже прошли этот курс, да, мы обычно рассылаем какие-то бонусные уроки, если мы что-то снимаем, к примеру, там, ага, как работать с такой-то, такой-то трещиной, да, то есть разослали. Еще там что-то, если интересное у нас, если возникают какие-то вопросы, мы это все дозаписываем, либо это в каком-то текстовом варианте, либо это видео, то есть всегда отвечаем на вопросы обязательно, ни один вопрос у нас не остается без ответа, потому что нам это важно. Нам важно, чтобы вы поняли, чтобы у вас не осталось никаких вопросов именно по работе, и чтобы вам было комфортно работать и обучаться, соответственно, тоже должно быть комфортно. Поэтому для нас это очень важно. Так, скажите, пожалуйста, где-то читала, что после покупки курса дается скидка на препараты, это так? Да, у нас после покупки курса, поскольку вы являетесь уже сертифицированным мастером после прохождения обучения, да, то есть у вас есть скидка на покупку препаратов. Маша, напомни, сколько она действует именно после обучения? Все время, с наличием сертификата все время. А, ну, нет, не имела в виду прохождение, а, или это на живых у нас семинарах? На живых, да. А, да, извиняюсь, опять же. Да, если вы приезжаете к нам, да, и вживую проходите семинар, то вот в день приобретения, там, в день прохождения обучения, то есть вы, если приобретаете продукцию, да, у вас там будет дополнительная скидка. А если вы, собственно, получили сертификат и вы мастер, да, у вас будет постоянная скидка на, собственно, продукцию, да, потому что вы с ней уже непосредственно работаете. Можно купить продукт в Европе. Можно купить продукт в Европе, да, мы отправляем, и все без проблем. Скажите, пожалуйста, у годности препаратов никакого количества хватает маленького набора. Ну, это где-то 2 энзима по 100 грамм. Смотрите, у нас препараты расходуются неравномерно. То есть у нас какие-то продукты расходуются быстрее, какие-то продукты расходуются медленнее. Вот пример. Я взяла капельку мыла. То есть вот он у меня даже в таком маленьком флакончике. Здесь у нас 100 мл. Мне его хватает, ну, достаточно большое количество работы. То есть где-то вот полгода активной работы, то есть вот этого флакончика маленького хватит. А вот, к примеру, энзимный пилинг, то есть у него есть 2 объема. То есть есть вот такой объем, есть вот такой, 100 и 250. И, соответственно, если у нас в маленьком наборе 2 вот такие баночки, то есть у вас 200 мл. И, соответственно, он у вас быстрее будет заканчиваться, потому что вы его наносите на всю стопу. И у вас расход будет идти побольше. То есть это будет примерно там, ну, где-то чайная ложка на стопу. Соответственно, капелька мыла и чайная ложка. То есть у вас энзимный пилинг будет заканчиваться быстрее. И вам потом нужно будет просто отдельно что-то докупать. А как таковой, есть продукты, которые расходуются медленнее, есть продукты, которые расходуются быстрее. Поэтому если относительно энзима, да, то, что заканчивается быстрее, потому что расход идет большой, то это где-то примерно 60 процедур. Опять же, размер ноги у нас влияет на расход. Опять же, проблемы. Если у нас очень сухая кожа, она в себя больше энзима берет. Если у нас, к примеру, кожа с какими-то проблемами типа гиперкератоза, она тоже в себя возьмет больше препарата, да. То есть здесь все относительно, да. Ну вот примерно вот такое вот количество процедур. То есть вам хватит именно, ну, энзима. Соответственно, всех остальных препаратов у вас будут заканчиваться гораздо-гораздо позже. По срокам годности, ну, у нас есть вскрытый срок годности, да. То есть у нас после вскрытия продукция годна, там, один год. То есть, ну, за один год вы, если вы будете работать, соответственно, если у вас не будут, он просто на полочке стоит, да. Если будете работать, у вас изосходуются эти препараты. То есть здесь как бы нет проблем с этим. Вопрос. Если набор препаратов минимальный стоит 26 тысяч рублей, то почему мастера зарабатывают больше с препаратным педикюром карты? И как они это делают? Потому что, смотрите, есть такой момент. Давайте с вами разбираться, пока у нас есть время поговорить. Вот, к примеру, есть обычный педикюр. То есть там аппаратный, классический, все что угодно. То есть ваши механические действия. Здесь вам клиент платит за ваш механический труд, скажем так, за ваш физический труд. Ну и, соответственно, туда у нас идет стоимость расходников ваших, какая-то там наценка, если вы арендуете помещение, или если вы работаете в салоне, соответственно, какую-то часть забирает себе салон. Ну, то есть немножечко по ценообразованию пробежимся. Но в основном здесь у нас клиент приходит и платит просто за механику. То есть за то, что он пришел раз в месяц, вы ему все это почистили, убрали, через месяц он вам принес все то же самое. То есть здесь вот этот вот бег по кругу, да, и никакой абсолютно динамики. Кстати, про динамику не рассказала. Но, собственно, вот мы к ней и пришли. То есть сейчас поговорим. В чем преимущество препаратов? Опять же, вернемся к преимуществу, и вы сейчас поймете, к чему я это, собственно, веду. Преимущество препаратов в том, что, во-первых, клиент получает процедуру, убираются проблемы, да, в моменте, и запускаются процессы восстановления. То есть он получает и, скажем так, процедуру убирания всего лишнего, да, и процедуру обновления кожи. То есть, скажем так, такой эффект СПА, косметологии, восстановления, да. То есть это уже больше, чем просто механика. Здесь клиент у нас платит именно за работу препаратов. Так же, как мы приходим к косметологу и, к примеру, там делаем какой-то пилинг или какую-то маску и так далее, да, мы платим за препараты. И мы прекрасно понимаем, что препараты у нас не могут стоить, там, копейки какие-то, да, если это хороший препарат, если он, там, произведен где-нибудь в Италии, где-нибудь во Франции, где-нибудь в Израиле, да, ну, то есть наша косметика производится в Израиле непосредственно, ну, для тех, кто не знает, да, как бы скажу. И, соответственно, эта косметика не может стоить дешево. И поэтому у нас, собственно, стоимость процедуры, она не может стоить вровень с аппаратной или классической техникой, потому что здесь идет стоимость препаратов, плюс, ну, какая-то там ваша доработка. То есть здесь клиент платит именно за препараты, не за ваш физический труд, да. То есть ваш физический труд только в том, что вы нанесли, ну, и там что-то обработали. Ну, покрытие мы сейчас не берем в счет, да, то есть здесь мы это не учитываем. Покрытие есть покрытие. И, соответственно, мы всегда понимаем, что работа препаратов, если это дорогой препарат, да, она должна стоить больше. И, соответственно, у вас не может быть одинаковой цены на аппаратный и препаратный. Педикюр препаратный у вас будет, ну, как минимум, там, на тысячу дороже относительно аппаратного. По себестоимости у нас процедура, вот если то, что мы сейчас делаем, да, если разобрать себестоимость, то именно по стоимости препаратов у нас себестоимость равна где-то 350-400 рублей. Но, опять же, в зависимости от размера стопы, в зависимости от проблемы. То есть плюс-минус, если мы что-то добавляем, корректируем, да, то есть вот такой диапазон цен. Все, что выше у вас в ценник заложено, да, это у вас идет, ну, к примеру, там, расходники, да, какая-то минимальная сумма, опять же, там, те же ваши полотенца, там, пленка, маска, фартук. То есть я надеюсь, что вы это считаете как расходы, да, то есть если вы это не считаете, то обратите внимание, может, в минус вообще работаете. И, соответственно, дальше уже все, что вы там свыше поставили, да, по стоимости, это уже идет ваш заработок. Таким образом вы можете заработать на препаратах, несмотря на то, что препарат не дешевый. Препараты не дешевые, но они очень экономично расходуются, то есть вам набора хватает очень надолго. Поэтому здесь вы, грубо говоря, вложив в обучение, там, 3000 рублей и в стоимость набора, там, либо если это минимальный набор, там, 26 тысяч рублей, да, то вы уже можете его отбить, там, буквально, наверное, через процедур 10, где-то так. То есть вот, пожалуйста, тут все очень легко. И еще расскажи, пожалуйста, по поводу розничной цены и цены мастер. Тут люди не понимают, как это работает. Смотрите, есть у нас цена мастера, есть розничная цена в прайсе, да, розничная цена – это цена клиента, по сути. Что такое цена клиента? К примеру, у вас пришел клиент на процедуру, и вы ему в конце порекомендовали что-то в домашний уход. У нас есть линейка уходовых средств, которые у нас клиент может использовать дома для поддержания той или иной какой-то там функции. Да, то есть либо крем, либо там какая-то эмульсия, да, в зависимости от проблемы, опять же. То есть у нас есть и уходовая линейка, и профессиональная линейка. Так вот, для того, чтобы у нас клиент получал хорошую динамику, ты так улыбаешься, она же мне прям идёт, что тебе там пишут. То есть для того, чтобы у вас клиент получал хорошую динамику. Конечно, нужно подключать домашний уход. Тогда у нас динамика будет быстрее наблюдаться, да, у нас будет поддерживаться эффект дольше. И, соответственно, нам будет как мастерам проще работать, и клиенту будет виден результат, и он будет, скажем так, носить этот результат дольше. То есть педикюр у него будет держаться гораздо дольше. Эффект от педикюра, точнее. Так вот, уходовая линейка, она закупается и мастерами, и клиентами, да. Только мастера покупают её по своей цене, то есть у них есть скидка на эту, скажем так, продукцию. И, соответственно, также мастера могут своим клиентам предлагать, допустим, тот же самый крем в домашнее использование, да, но по цене уже клиента. И таким образом у нас клиент покупает по своей цене, и разницу между розничной ценой и ценой клиента уже зарабатывает мастер. То есть это дополнительный, скажем так, заработок мастера. То есть вы и помогаете клиенту, да, то есть вы здесь его не обманываете на самом деле, потому что косметика очень хорошо работает в домашнем уходе. И те, кто уже попробовал там крем для рук или крем для ног, который для сухих и потрескавшихся, они его берут постоянно, они всегда его очень любят, то есть они уже не готовы отказаться, собственно, от этой процедуры, просто потому что виден результат. Не потому что здесь там какие-то там ходы маркетинговые и так далее, здесь этого нет. То есть здесь потому что они просто видят результат и видят разницу. то, что было до и то, что после. И вот поэтому еще раз, да, вернемся к вопросу, да, то есть вот эта разница, это еще дополнительная возможность мастера заработать. Скажем так, мы все работаем для того, чтобы зарабатывать деньги, да, то есть это изначально все-таки наша цель похода на работу, какая бы она у нас ни была. Маша зависла немножко. Я тебе потом комментарий просто скажу. Давай, следующий вопрос. У нас еще пять минут есть. Тут просто тебя хотят купить в Календинград, еще завтра, вот, они между собой общаются. А, у них там свои уже. Это прекрасно, это веселый эфир у нас. Я люблю, когда весело. Что не так могут сделать мастера, что после педикюра карт кожа слезает, как после китайских носочков? Здесь может быть несколько вариантов на самом деле. Здесь может быть проблема либо в том, что мастер неправильно использовал препараты, то есть, к примеру, он нанес кератолитик не один раз, да, в процессе процедуры, а несколько раз. То есть нанес, снял, да, возможно, ему захотелось там еще подчистить, он нанес повторно. И здесь за счет того, что уже увеличивается концентрация щелочей в коже, мы можем получить ожог. То есть здесь уже нет речи о контролируемом педикюре. То есть мы, нарушая протокол процедуры, мы уже можем, скажем так, навредить нашему клиенту за счет того, что у нас препараты все-таки, они высококонцентрированы. И так, если мы нанесем это повторно, да, то мы повышаем концентрацию в коже, соответственно, мы рискуем именно того, что у нас будет такая реакция на кожу, как аллергическая реакция, да, либо у нас будет уже химический ожог, собственно, если у нас облазит кожа. То есть это, скорее всего, было вызвано таким образом. Либо же бывают еще какие моменты. Если у нас, к примеру, препараты без нейтрализации, то есть у нас кератолитик, он щелочной, а мы не можем оставить эту щелочь на коже, да, и кислоту на коже оставить не можем. То есть у нас, в принципе, нормальный наш PH нашей кожи от там 5,5 до где-то примерно 6. То есть это слабокислый PH. Это нормальная здоровая кожа. Опять же, ее какие-то колебания в значении PH, они приводят к тем или иным последствиям, да, то есть сильно сухая кожа у нас будет более кислая, влажная кожа или там при гипергидрозе она будет слабо щелочная. И, соответственно, это будет приводить там к определенным, опять же, последствиям. Нет, тут просто вопрос, кто-то читает. Так вот, если у нас не происходит нейтрализация препарата на стопе, у нас может дальше пойти, ну, к примеру, излишняя сухость на стопе за счет того, что у нас препараты остались в коже, и они дальше работают. То есть у нас клетки начинают иссушаться, и то есть здесь все процессы должны быть выполнены именно по протоколу. То есть нельзя просто что-то одно взять, нанести, и все будет отлично. Нет, на самом деле здесь нужно именно последовательность и правильное нанесение, и тогда все будет хорошо. Здравствуйте, какая фирма? Лампа сзади вас. Пишите в директ. Да, напишите нам в директ, мы вам напишем, где, что купили и так далее. То есть это будет проще, потому что у нас закупками администратор занимается. А подскажите, пожалуйста, на какой скорости дорабатывать колпачками? Спасибо. По скорости, смотрите, давайте с вами разберем. У нас колпачки идут 10 миллиметров в диаметр. Поближе могу показать? Это, в принципе, оптимальный размер колпачка для доработки. Ну, кому-то удобно там более мелкими работать, кому-то более крупными, но для аппаратов это относительно удобный диаметр, то есть он не убивает ручку вашего аппарата, да. То есть, и, соответственно, для такого диаметра у нас скорость должна быть не более 10 тысяч оборотов, даже для шлифовки. То есть это 10, максимум 11 тысяч оборотов, все, больше нельзя. Если вы ставите больше, у вас начинает портиться механизм ручки, то есть у меня здесь ручка с пылесосом, но даже если у вас цанговый механизм, она у вас начинает повреждаться, потому что диаметр фрезы при быстром вращении у вас фреза начинает дребезжать, она начинает разбалтываться, она начинает сгибаться, таким образом вы рискуете испортить себе аппарат. Плюс, если у вас идет очень большая скорость, и, к примеру, какой-то агрессивный колпачок, да, то есть, ну, к примеру, там 60 грит, там, песочный, он у вас уже будет не шлифовать кожу, он его будет разрывать просто, потому что будет очень быстрое, да, вот такое движение, то есть вы будете просто царапать, у вас не будет именно сглаживания. И поэтому 10 тысяч оборотов – это вот комфортная скорость для работы с таким диаметром фрезы. Если у вас фреза чуть меньше, то мы уже можем взять побольше скорость, то есть, если это там, по-моему, 7 миллиметров диаметр, то это где-то 13 тысяч оборотов. Если у вас 13-й диаметр колпачка, ну, скажем так, с цанговым механизмом здесь работать вообще неудобно, потому что он устанавливается, как правило. Если же у вас аппарат с пылесосом, где нет цангового механизма, то это где-то там от 6 до 8, по-моему, тысяч оборотов. Всегда смотрите на рекомендации производителя вашего аппарата, потому что они указывают именно диаметр и примерную скорость. Подскажите, пожалуйста, если очень проблемная стопа с трещинами, так же все наносится? Наносится все, опять же, в зависимости от того, какая у нас проблема, мы подбираем определенный комплекс препаратов, да, определенную, скажем так, схему нанесения. Я об этом подробно рассказываю на курсе, потому что в рамках прямого эфира, да, вот за час, ну, там, с копейками, мы не можем все абсолютно, скажем так, проблемы на стопе разобрать. То есть мы не можем разобрать и сухую кожу, да, которая там прям шелушащаяся чешуйками, и резиновую, и с дермальными трещинами, да, это будет разный подход, это будут разные комбинации, соответственно, работа будет тоже разная. А, ну, давай, ты как раз надевай пилчатки, там маленький вопрос. Можно ли дорабатывать пилкой для пяток? Конечно, можно, я же уже сказала, но, видимо, просто не сначала. Да, то есть если вы не сначала смотрели, конечно, мы можем взять вот такую вот, да, пилку, на которую вы там клеите файлы, да, и, соответственно, вы дорабатываете именно классической технике, пожалуйста, здесь никаких, собственно, проблем с этим нет. Для того, чтобы мне доработать, мне нужен вот такой инструмент. Это тупой шпатель. Им травмировать, порезать, срезать, вообще абсолютно ничего нельзя, потому что он вот здесь определенным образом у нас завальцован. Это специальный инструмент для данной техники. То есть для того, чтобы мне было удобно счищать, срезать он не может, поэтому его заменить на острый, к примеру, скальпель нельзя, потому что кожа размягченная, острый скальпель вам может прям навредить кожу вашего клиента, потому что за счет того, что кожа мягкая, вы острым каким-то инструментом можете, ну, скажем так, как-то разогнаться и не проконтролировать количество снимаемого материала. Итак, я надеваю перчаточки. Обязательно, кстати, вот часто возникает у меня вопрос у учеников о том, что можно работать без перчаток, но с препаратами нет, потому что все-таки у нас кожа клиента у нас подготовлена, а вот руки наши нет. И мы работаем с кератолитиками, поэтому мы все-таки должны набирать перчаточки. Я разворачиваю. Дай, Антон, телефон, процесс сниму. Сейчас, пожалуйста. Далее я убираю аппликации. Если покажешь поближе к кожу. Тут очень хорошо видно, я приблизила ее прям. С кератолитиками, да, то есть обратите внимание, она у нас прям такая разбухшая. Соответственно, мне нужно хорошо захватить ножку и просто счистить. Да, в этот момент может быть немножечко щекотно, потому что эта зона плюсная, да, у нас чувствительная она. То есть вот у нас, собственно, кожа, которая у нас растворенная, размягченная. Это не кожа, которая, там, облазит через сутки, да, там, как после пилинга. Сейчас побольше подняла. То есть это вот как раз-таки кератолитиками на основе щелочей нам позволяют размягчить кожу именно в моменте. То есть 20 минут – это очень короткий срок, да, для такой работы. И тем не менее, посмотрите, как классно все у нас тут счищается. И доработка у меня тут будет вообще минимальная. Потому что весь кант у меня вот он остался. А растение, пожалуйста. Не растягивается. Она слишком мягкая. Понятно. То есть я бы с радостью, но тут готова. Готова. И, соответственно, вторая ножка у нас. Ну, все то же самое. И дальше я еще доработаю колпачком уже точечно, да, по проблемным зонам. Модель моя получает массу. Удовольствия в данный момент. Видно там? Угу. То есть посмотрите, вот даже я без нажима провожу, да, и у меня вот она прям собирается вся. На себя носочек. Как купить данное средство и цена? Вы можете все вопросы по поводу стоимости препаратов, по поводу того, какие препараты и так далее, вы все можете узнать в директе. Напишите нам, мы в любом случае вам ответим. Чтобы сейчас не отвлекаться, там, а стоимость конкретно вот этого продукта или там полная стоимость всех препаратов, да, в наборе. То есть это вы можете все написать в директ, и, собственно, мы вам ответим. Дальше я доработаю чуть-чуть те зоны, которые у меня обрабатывались, да, мне нужно будет здесь на экран, чтобы у меня ничего в глаза не летела. Обратите внимание на то, как пилится кожа. То есть она, по сути, не пилится, она скатывается. И поэтому у нас отсутствует практически пыль. То есть вот она, по сути, вся кожа, которая пыль, вот она, вся скаталась, осталась у меня на перчатке. Но более мелкая образилась, у меня, конечно, уже будет там вызывать какое-то количество пыли, да, потому что кожа уже будет подсохшая. Ну, большое количество кожи мы сняли, чистили. И здесь у нас уже просто остатки, которые нам нужно докатать. То есть это те клеточки, которые у нас напитали в себя кератолитик, да, и мы их должны все-таки подснять. Я сейчас без пылесоса работаю, чтобы вы видели, собственно, куда у меня тут что летит. Оборотов 10 тысяч. Если мне кто-то не верит, то, пожалуйста, дали. Нет, нет, это я просто утащу, потому что будут вопросы. Да, 10 тысяч оборотов, у меня всегда аппарат показывает обороты, поэтому если кто-то не верит... Нет, все верьте, я просто знаю, что потом будут спрашивать, поэтому спросила сразу сама. Да, 10 тысяч оборотов, я всегда работаю на этой скорости, мне, в принципе, больше не нужно. Даже если у меня прям стопа такая прям проблемная-проблемная, да, то есть мне это, в принципе, очень легко позволяет обработать, потому что у меня кожа мягкая, а у меня она очень легко пилится. То есть мне не нужно нажимать, мне не нужно долго пилить. Что-то долго... Обратите внимание, потратите, наверное, меньше минуты, да. Вот это теперь самая большая проблема с низком пачок. И более мелкой крошкой я зашлифую. Также 10 тысяч оборотов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне осталось просто нейтрализовать действие препаратов на стопе. И, собственно, у меня процедура педикюра на этом будет закончена. Я, наверное, больше болтала, чем что-то делала сегодня, да? То есть завершающее мыло у меня. Так же, как и первое, наносится капля. Так же мне нужна водичка. Так же у меня все замыливается. И в конце я буду смывать просто эту пену на салфетку. То есть таким образом я убираю и пыль с ножек клиента, да? То есть у меня стопа будет абсолютно чистая. И плюс у меня происходит процесс нейтрализации препарата на стопе. И мы приходим в здоровый ПАЖ после процедуры педикюра. То есть у меня здесь кожа уже будет работать правильно. Процессы у нас в коже будут запущены, скажем так. Даже если у нас там нарушены то же самое потоотделение, да? К примеру, у нас смещен ПАЖ в щелочную среду. У меня после процедуры будет ПАЖ слабокислый. То есть даже после одной процедуры мы уже запустили правильный процесс работы и восстановили, скажем так, жизненно важные процессы, которые у нас происходят на коже. Сейчас спущу. Как часто нужно проводить процедуру? Не можно, а именно нужно. По необходимости, скажем так. Потому что если у нас есть какие-то прям серьезные проблемы, то, наверное, первые три процедуры у вас будут происходить где-то с интервалом раз в месяц. То есть вы запустили процесс работы в коже, у вас кожа начнет восстанавливаться. А дальше мы уже смотрим в зависимости от того, как у нас у клиента кожа, собственно, восстанавливается. То есть если мы запустили процессы регенерации, к примеру, если у нас были там трещины по пятке, они у нас начинают восстанавливаться. Когда у нас трещины затягиваются, кожа становится не такой сухой, к примеру, да, то есть ей хватает увлажненности, плюс клиент эту увлажненность поддерживает за счет крема в домашнем уходе, то, соответственно, в дальнейшем у нас эта процедура может выполняться, может быть, даже через раз. То есть, допустим, мы можем что-то обработать, к примеру, аппаратной техникой, да, в следующий раз опять нанести препараты. Либо же, если у нас клиент, ну, не производит он обработку пальцев, к примеру, это мужчина, да, как, ну, в данном случае, то есть у нас не нужно делать покрытия и так далее, то есть не нужно каждый месяц встречаться, то это может быть вообще там раз в три месяца, да, для поддержания. То есть здесь все индивидуально, конечно, то есть мы смотрим именно от, собственно, проблемы и в зависимости от того, что у нас там со стопой. Ножки вместе, то есть вот у нас, собственно, кожа на пяточке, то есть она сухая, я крем ничего не наносила, то есть я вытерла, собственно, мыло, она у нас абсолютно сухая сейчас. Даже салфеточками апператору. Намазать еще ничем не успели. Сделаем фото после. Еще подпишем. И поскольку здесь у меня кожа резиновая и слегка влажная, я здесь буду завершать процедуру тальк эмульсии, которая у меня будет убирать вот эту излишнюю потливость, то есть я не буду утяжелять это там кремом, который на восковой основе, да, я хочу немножечко убрать лишнюю влагу со стопы. Здесь мне тоже нужно небольшое количество. Тальк эмульсия – это средство, которое хорошо помогает при гипергидрозе, при, опять же, повышенном потоотделении, то есть оно и увлажняет кожу, и в то же время регулирует потоотделение, плюс приятный запах, да, то есть позволяет использовать клиенту в домашний уход и избавиться от каких-то там излишних неприятных моментов. У нас, собственно, на этом процедура закончена. Достаточно быстро и легко. Я думаю, вы все в этом убедились, да, то, что мы не обманываем, что действительно все легко и быстро. Дай, пожалуйста, промокод, и сейчас я сделаю розыгрыш. Промокод, да, напоминаю о том, что у нас есть промокод на скидку, на курс, который состоится 2 марта. Промокод у нас будет 8 марта. Вы, соответственно, пишите нам в директ, да, и пишите промокод, и мы делаем вам скидку на стоимость курса. Такой небольшой бонус, да, именно к предстоящему 8 марта, да, неважно, девушка вы или мужчина, то есть у нас мастера мужчин тоже есть. Поэтому очень рада, что вы досмотрели сегодняшний эфир, да, и получили, собственно. Так, сейчас выиграем курс. Скажи мне какую-нибудь цифру просто, без разницы. А самая крайняя цифра какая? 67. Ага. Давай тогда 48. Ага, значит, мне лучше считать с конца. Хорошо. Хорошо. Вопросов у нас там не осталось? Осталось. Сейчас я раскрыню. Сейчас мы тогда разберемся. Наталья Грозник выиграла курс, она у нас 48-я. Вот так вот, Наталья сегодня посмотрела курс и неожиданно для себя, да, получила такой большой бонус в виде подарка. Вы получаете наш курс бесплатно, то есть в качестве подарка вам, ну, к 8 марта, наверное, да, сегодня. Сколько стоит курс? Курс стоит 3000 рублей. А сколько скидок по промо-коду? 30%. Так, и вопрос еще. Для диабетиков подходит данная работа? Для диабетиков подходит, да. Даже у нас есть знак Израильской ассоциации диабета, то есть о том, что даже рекомендован при диабете. То есть у нас есть продукты, на которых стоит звездочка красная, это те продукты, которые рекомендованы при диабете. То есть, ну, даже кератолитики мы можем использовать, но опять же, в курсе рассказываю подробно о том, что нужно всегда думать перед тем, что мы делаем, что мы наносим. Так, все, Наталья, поздравляю. Курс стоит 3000 рублей, скидка 30%. Запись у нас эфира сутки. Да, сутки запись эфира. Соответственно, вроде сегодня уже все сказали, все показали, да. Я была очень рада сегодня с вами провести воскресный вечер, показать вам, все рассказать. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите к нам и на живые курсы, и на онлайн. Я думаю, на онлайн поудобнее будет. Поэтому всех вас ждем. Спасибо за внимание и до новых встреч.